Давайте поговорим о шлагбаумах. Всем привет, с вами был Саша и сегодня у нас необычный обзор. Чаще всего вы привыкли видеть, что мы обозреваем камеры, либо какие-то системы видеонаблюдения. Сегодня я бы хотел рассмотреть систему, которая позволяет управлять шлагбаумами или воротами с помощью GSM-сигнала. Поехали! Устройства для управления воротами или шлагбаумами, которые используют канал GSM-связи, достаточно много. Их ценовой диапазон колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Логично, что если устройство стоит дороже, то наверняка в нем скрыт какой-то функционал или какая-то особенность. Давайте рассмотрим на примере нашего гостя, как раз таки, чем он отличается от остальных. У нас на обзор попала моделька от производителя Palm. Модель называется GS-303GA-VB. Я долго запоминал это и не запомнил. Первое, на что я обратил внимание, это отсутствие какой-то полюсовки на клеммах подключения. Это первое, о чем позаботился производитель. Чтобы вы не перепутали клеммы или случайно не сожгли устройство, можете подключать в любой последовательности. Даже поговаривают, что вы можете подключиться не просто на клемму питания, но и на реле подать напряжение. При этом устройство будет работать, но это, наверное, уже крайний случай. Но при этом устройство не выйдет у строя. Теперь давайте копнем глубже. Конечно же, в этом устройстве зашит большой функционал, и я бы хотел о нем рассказать. Давайте на примере рассмотрим, как настраивается подобная система и устанавливается. Первое, что вы делаете, приехав на объект, вы устанавливаете устройство в шлагбаум. Подаете на него питание, подключаете на реле, кстати, оно нормально открытое, управление шлагбаумом, вставляете сим-карту, хотя я рекомендую попробовать это сделать до выезда на объект, так как бывают проблемы с сетью, и проверить, подключилось ли устройство к сети, видим ли мы уровень сигнала. В принципе, мы можем теперь закрыть шлагбаум и перейти к настройке с помощью компьютера. Открыв браузер и через облачный сервис, мы добавляем по серийному номеру устройство и можем полностью им управлять. Также это можно делать с мобильного телефона, но мне было удобнее делать это через браузер. Итак, клиент предоставил нам, например, список телефонов тех людей, кто может заезжать на территорию объекта. Мы этот список можем внести в Excel-файл и импортировать непосредственно в устройство. Теперь пользователю достаточно лишь предоставить QR-код, который мы можем повесить в виде объявления в лифте или отправить по корпоративной почте, установив его на телефон и указав свой мобильный телефон, который был в списке, он автоматически получает доступ к вороту или к шлагбауму. Это очень удобно. При этом у нас все пользователи персонализированы. Он может использовать как мобильное приложение для того, чтобы открыть шлагбаум, также он может и позвонить. Но есть и классический способ. Мы можем воспользоваться брелками. И у брелков есть своя особенность. Они все имеют свой уникальный серийный номер, они полностью защищены от копирования, и каждый брелок привязывается к определенному пользователю. При этом, чтобы добавить брелок в систему, нам не нужно выезжать на объект, что, согласитесь, удобно. Мы можем хоть 10 брелков добавить какому-то пользователю, указав серийные номера, далее с курьером передать брелки, например, даже с Яндекс.Доставка, клиенту, и можно уже пользоваться. При этом мы знаем, кто пользуется этими брелками, мы видим уровень заряда этого брелка и можем предупредить пользователя. Согласитесь, в условиях карантина это тоже очень удобно. Клиенту не нужно ждать несколько дней и иногда недели, чтобы специалист приехал и что-то сделал с системой. Система через пару часов уже может использоваться с новыми брелками. Если же клиент решил добавить еще одну точку проезда, мы с помощью облачного сервиса очень легко можем скопировать всю базу из первого устройства и перенести его в вторую. Хоть в третье, в четвертое, да неважно сколько устройств у нас таких будет, мы можем объединить их в одну группу и тогда, добавляя пользователя в группу, он будет добавляться во все шлагбаумы или во все устройства. При этом никто, кроме вас, это сделать не сможет. Однажды добавив устройство в облачный сервис по серийному номеру, пока вы его не удалите, оно будет закреплено за вами и только вы сможете вносить изменения. А значит, не будут добавляться какие-то непонятные брелки и не происходить какой-то саботаж с системой. Также логи, все связанные с администрированием устройства, хранятся как на устройстве, так и в облачном сервисе. Вы всегда можете зайти и посмотреть, что с ним делалось, что настраивалось и раздать какие-то ограничения или правила для других пользователей. Теперь давайте поговорим об удобстве обслуживания данной системы или эксплуатации. Система позволяет через облачный сервис хранить все события, которые происходили с устройством. Как менялся уровень сигнала GSM или как, например, менялось напряжение. При этом, если устройство вышло из строя, вы можете зайти через облачный сервис-кабинет, посмотреть его последние логи, что с ним происходило. И, возможно, при выезде на объект вы уже будете более подготовлены и понимать, что там было. Например, там менялось напряжение, скакало или пропадала сотовая связь. Это тоже очень полезно. Это сокращает количество выездов на объект и экономит на обслуживании для обслуживающей организации. Если же с устройством что-то произошло и он по каким-то причинам был украден или вышел из строя, мы спокойно восстанавливаем через облачный сервис все настройки, в том числе и логи предыдущих событий. Данную систему можно использовать не только в небольшом доме или в каком-то коттеджном поселке, но и на каких-то больших объектах. Мы можем добавить 65 тысяч пользователей, которые пользуются мобильным приложением, и 6,5 тысяч брелков, что, согласитесь, немало. Это на уровне каких-то больших жилых комплексов, ну или предприятий. Мне очень понравилось, что с помощью облачного сервиса вы также видите карту города, на которой расставлены ваши объекты. Это, конечно, мелочь, но это очень приятно, так как если у вас устройство вышло в офлайн, вы можете просмотреть, где оно располагалось, не поднимая какие-то накладные, либо еще какие-то вещи. Вы просто наглядно видите, где устройство располагается и можете направить туда специалистов для решения возникшей проблемы. Ну и отдельно хотелось бы рассказать коротко про свою компанию. Когда я готовился к обзору, я постарался изучить этого производителя. Они достаточно подробно мне рассказали свои фишки и плюсы системы. Они показали, как это работает у них на производстве, как работает сам сервер, и рассказали об опыте эксплуатации этих систем по всему миру. И это действительно впечатляет. Очевидным плюсом является то, что система не стоит на месте. Она постоянно совершенствуется, ПО дописывается. И, например, с начала тестирования этой системы до момента записи ролика, ПО обновилось в облачном сервисе, в него были добавлены функционал. И я думаю, что эта система будет также развиваться дальше. Например, есть у них мысль добавить мобильное приложение на часы, чтобы можно было с часов в одно касание открывать шлагбаум и многое другое. Поэтому, покупая такое устройство, вы получаете дальнейшее его развитие и, возможно, увеличение функционала. Какой по итогу вывод? Устройство не из дешевого сегмента, но при этом с богатым функционалом. Им удобно пользоваться, и если такую систему обслуживать или поддерживать, она экономит время и позволяет в полной мере рассказать, что происходит с устройством. Она полностью защищена от копирования брелков, и она удобна тем, что мы можем пользоваться любым средством связи. Все. Подписывайтесь на наш канал, пишите, что вам понравилось, не понравилось. Возможно, у нас есть опыт использования подобных устройств. Из другого ценового диапазона будет интересно послушать, чем пользуетесь вы. Спасибо.